Всем привет! Сегодня я хотела бы показать вам розу, которую я купила в конце мая в садовом центре Дэвида Остина в парке, в магазине. Ей называется сорт Young Lysidus. Сорт выпущен в 2008 году. На кусте она заявлена как метр двадцать, с цветком 8-9 сантиметров и с хорошим ароматом. Поэтому высочиваясь к болезням высокая. Но вот я вам покажу сейчас как выглядит штамп, причем купленный именно и выращенный у Остина. И вот что вот это у меня происходит. Вот так вот выглядит штамп. Также как садовник упомянул, что остинские штамбы нельзя обрезать. Их нужно только убирать от цветшей головки цветов. И вот я вам скажу, посмотрите, это все лежит. Цветок крупный, вот он. Ну, наверное, да, 10 сантиметров есть. Прекрасный аромат, цветок очень насыщенного цвета, превосходный. Но так как здесь еще открыт один цветок, она еще как-то паникает, да. Здесь еще держит он более мелкий. А вот это все, вот это лежит лицом в салат. И оно не просто лежит, оно просто висит. Оно просто висит. Конечно, штамп первогодка. Висит оно и сзади. Вот оно повесилось мне на провода, вот там где-то. Конечно, цветок уже роза держит, наверное, неделю. Это прекрасно для остинки. Но вот вид, конечно, это что-то. То есть я не знаю, как вот с таким штампом, что мне его, как мне его дед хэт. И что потом во второе цветение с ним будет. Он, наверное, нарастет и тогда достанет до земли. Вот. То есть, в принципе, что я хочу сказать. Что, конечно, по первогодке не судят. Но это не я формировала штамп. Это штамп, выращенный в саду Девина Остина. И посаженный он в конце мая. То есть, буквально последние числа мая. И, ну вот, получается, как бы посажен он месяц назад. Ну, вот такой штамп. Да, цветов много. Цветы крупные. Но ветви, стебли абсолютно не держат цветок. Не знаю, как дальше будет. Это просто получилось какой-то осьминог на палочке. В общем, ну вот такой обзор. Из плюсов большой цветок. Яркий, хороший аромат. И долго держит. Из минусов вот такая вот абсолютно непрезентабельная штамповая роза. Все. Всем спасибо.